В области банкротом признано порядка 370 человек. Их задолженность перед банком составляет 355 миллиона тенге. Поступило более 3000 заявлений от граждан на проведение процедуры банкротства. Однако не все они признаны государством неплатежеспособными. У должников документы и кредитная история не соответствуют требованиям. Отметим, что законом предусмотрено три вида процедур. Это внесудебное и судебное банкротство, восстановление платежеспособности. В целях расширения круга граждан, имеющих право на применение указанных процедур, в закон были внесены изменения. Поправки вводятся в действие с 25 августа. Это позволит при исчислении срока отсутствия погашения по долгу не учитывать платеж по обязательствам менее одного МРП. Срок отсутствия погашения по договорам, уступленным коллекторскому агентству, рассчитывать с даты последнего платежа до уступки права и не требовать подтверждения принятия мер по регулированию неисполненных обязательств в случае отсутствия платежей по ним более 12 месяцев. Кроме того, можно будет применить процедуру внесудебного банкротства по обязательствам перед всеми организациями, которым принадлежат право требования по договорам банковского займа, кредиты и предоставлении микрокредита физическим лицам. То есть, если организация имеет право требования по соответствующим договорам, независимо от его статуса и формы, должник вправе обратиться с заявлением о применении процедуры внесудебного банкротства. Продолжение следует... Продолжение следует...